Сегодня у меня в гостях ветераны афганской войны, воины-интернационалисты Сергей Карл и Эдуард Хон. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что уделили время и приехали сюда в студию. Хотелось бы также добавить, что Эдуард является автором детских книг, детских сказок, что само по себе звучит достаточно необычно. И Сергей является спортсменом и танцором, но об этом несколько позже. Давайте начнем с темы, что все-таки такое воины-интернационалисты. Мы в советское время призваны были в Афгани. Там все, как все призваны. Но случился договор с Советским Союзом и с Афганистаном. Там правительство, наше правительство, их правительство. Они попросили, чтобы советские солдаты вошли, чтобы порядок там вести. Ну, как бы у нас же социализм был. И там тоже решили социализм сделать примерно. И они попросили нас войти туда. Я в вашем дне 19 был. То есть вы служили в армии? Да, я служил в армии, да. И таким образом все это как бы... Да, служил в армии. И сказали, мы одни из первых ходили. У меня, допустим, даже, что 80-й год. Там 79-й декабре. Мы в декабре здесь собрались. И ехали поездом. С Черняховской ехал. С Черняховской ехали уже почти до границы. Там получали технику и входили уже. И все же это было добровольное решение? Или государство каким-то образом принуждало? Нет, добровольное было. Но как у нас? Многие отказывались. Ну как, солдаты там спрашивали, если не хочешь. У нас даже перед границей замполит приходил. Палатки там все, где мы собирались. И спрашивал. Ну я не знаю. У нас отказывались, когда кто в Союзе был, там Черняховский, кто-то отказывался. Там приезжали мамы, папы приезжали. Родственники приезжали. Что там говорили? Кто-то ехал, кто-то не ехал. Ну я очень хотел поездить. Сергей, а вы были примерно в каком же возрасте? 19? Да, также почти 19 было, да. И просто у нас уже где-то в годы подходило. И когда нас собрали и сказали, что надо такой-то, такой-то ходить, что поехать, полететь туда, вернее, своей уходной, как там оказалось, мыши, то отдельный спецбаталлёнок был у нас. Ну и сначала нас обе... Всё-таки мы знаем, что там... Тогда уже знали, что там стреляют. Что можно нечаянно домой не приехать. Извините, а где вы сожили? По граммам, через Катаку. А это от Кабу? По Лихумри. Но я на ливной батальон, мы на ливнике были. Мы возили вот керосин, всё-таки, топ его возили. И мы вот в Хайратоне заправлялись. По Лихумри, потом Кабул. То есть мы ездили, всё время ехали. Потом Джилабад ещё. Вот я был в Джилабаде ещё. А так, в основном, вот, Аллаги наш был по Лихумрии. Ну и как всё это выглядит? Вот расскажите. Вас туда привозят, молодых мальчиков. Сами мы заходили. Мы заходили сами, получили технику в Союзе. И заезжали сами. Ехали прямо в ночь. Заехали. И мы всю ночь ехали. Ну, открыв рот. Ну, вот, снова страна. Тут выбежали к нам. Ну, уже десантура встретились. Ребята там. Мы что, ну как? Да нормально всё, стреляют и всё. Ну, а мы первый день. Всё, всё. Мы вошли 19 февраля 80-го. Вам не было страшно? Ну, было необычно. Понимаете, как круг путешественников. Мы же никогда в советское время, то время. Мы никогда не ездили никуда за границу. Людям нельзя было никуда ехать. То есть, разрушить, впечатляло. А тут такие славы. Другой запах, совсем другой запах страны. Вот в Узбекистан, вот в Тирме заходили. У нас были понтонные мосты такие. Они лодками держались. Мы заходили по понтонным мостам, через реку проходили. И там заходишь в совсем другой мир. Там другой запах совсем. И всё, другие люди. Вот тут Советский Союз. И тут уже совсем всё другое. И впечатлений столько много было. Но когда первый раз нас на второй день, даже нет. Да, на второй день нас обстреляли первый раз, когда обстрел был. Мы тоже не поняли, что такое обстрел. Стояли не очень. Простите, но вы же осознавали, куда едете? Мы же тогда, понимаете, советские романтики были все. Ну, куда? Мы добровольцы, мы в Китае. Куда хочешь. Перевёт, ребята. Как хотелось всё везде побывать. Вам говорили, что вы едете на войну? Нет, нам дали такие бумажки. Ну, во-первых, как себя вести, памятки. А нам дали ещё такие бумажки, что вот первый город такой-то, мы проезжаем, такой-то, такой-то, такой-то. Потом Термес, и потом дальше, а я же не знаю, Термес. Я тоже не знаю, что за город Термес. Я же с Эстонией. Откуда я знаю все названия. И там дальше. Хоп, Палихумрии. То есть, в принципе, вас не информировали? Ну, нет. Нас не сказали, что мы Афган. Когда мы уже поехали в Термес. Приехали и нам сказали, вот, сегодня мы переходим границу. Утром, в 5 часов нам всех построили, всё. Но мы знали все, слухи-то всё идут. Мы же знали, что это. Но официально сказали. Это так не было вообще, да, уже знали. А официально нам сказали, только вот Хайратон, когда Стермезы на Хайратон переходили. Переплывали, то есть, в смысле, по понтонному маску переходили. Да ладно, мы сегодня переходим границу. И вы говорите, на второй день вас уже обстреляли. Да, на второй день обстреляли. Там какая-то золотуха была в Кабуле, до Саланга. Мы до Саланга доехали, до начала Саланга. Что вот мы должны проехать. И нас вернули, потому что там, ну, у нас 180 машин было. Все керосин, соляры там, ну всё. Это топливо. Это топливо, это вообще. И посмотрите, всё это, если взорвать. И нас возвратили, потому что что-то там какой-то переполох был. Это было 19-20 уже. Было, наверное, 20-22 февраль месяц. Как раз что-то там было. Кабуле. И нас вернули. И мы стояли ночью уже, стояли колонна. Большая, пока там всё просидится. Куда нам все ехать? Куда везти? Это ж, ну, только первый раз везти. Там уже офицеры всё должны решать, куда нам, чего. А кого-то везти? Ну, и, нет, первый раз всё отлично. Прошло, потому что я к другу сел в машину. Ну, метров примерно 10 машина в машину, в следующую колонну стоит. И ждём, пока там все развернутся. Потому что там машин 180, это большая. Большая колонна. И просто по асфальту искры какие-то пошли. Ну, думаю, почему по асфальту искры идут? А у нас музыка, радио такое играло всё. Чего по асфальту искры идут? Мы не понимали, не понимали. А ещё музыку не слышно. А потом, когда отхлёк, обстрел прошёл. И вот тогда мы увидели, что стреляют оттуда. Видно, там вспышки идут. И мы тогда на другую сторону вниз спрятались под машину. Ну, и стали отстреливаться. А у вас была возможность вернуться обратно? Колонна стоит. 180 машин. Вот стоят колонна, дорога и колонна стоит. Уже темно. И куда нам... Нет, я имею в виду прийти в воинскую часть, сказать... А, нет, нет. Это же опьянная... Нет, это очень мало кто были такие люди. Я вам скажу так, в то время, там, может, из ста человек, может, один, два, три, может, такие были. А тогда все были такие решительные, романтики. Ох, ура, война. Всё время кино, фильм про войну. Мы же ещё не понимали, что там будет. Как там будет. Тем более, мы одни из первых ходили. Одни из первых. И там таких слухов или ещё что-то ничего не было. И всё хотелось. Ох, я попал в Афгану. А когда уже первого убили, второго, первого нас убили, парня. И мы первые похороны были. У нас вот такой уазик, головастик. Мы его растерили. Красное полотнище такое. Его и просто не накрыли. И лицо только оставили его. И вот вся рота шли и прощались с ним. Первый, второй, ну все, батальон наш, наливной батальон. И вот мы все, каждый, вот первого парня, мы увидели, ну, как убили его. Вы его хорошо знали? Да, знали, смотрите, ротный был парень. И высокий, кучерявый такой. И красавчик. И мы... И вот тогда как-то... Опа! И потом уже пошло уже. Вот у меня в отделении 4 пацана погибли. Я был командир отделения, младший сержант. 4 пацана. И мой ротный командир Эдуард Друде погиб. Он стал вытаскивать... Ребят помогал. Они горели в машинах. Они же были за возом у нас. Попадают? Они горели, все. И он вытаскивал, все. И тоже погибли. Вот 4 пацаны именно в моем отделении. Вот она из Горького, Макаваня там были. И один из паркскологов был. Сергей, а расскажите вы о своих первых впечатлениях. Вот когда вы только приехали. Ну что, у нас... Во-первых, нас хорошо ошарашили тем, что... Да, проработали с нами еще в союзе особисты. Вот. Ну вот мы сидим как-то все подзажатые слегка. И потом выходят вот командиры особисты. Ну что вы, товарищи особисты? А мы здесь при чем? А вы? Нет. Особый. Специального назначения батальон по охране аэродрома. А вот теперь, говорит, я вас немножко слегка припугнул. Ну что такое? За полугодика до вас примерно. Такой же аэродром. Это же аэродром. Просто духи расстреляли. Просто просто напали и расстреляли. Но потом узнали. Когда мы уже пришли, мы шли своим ходом туда. За все время, буквально перед самым подъездом в горло уже, там, пару минут покупал. И то, когда только у меня упали, там такой крик стоял в швенофонах, что я был наводчиком на БТРе. Такой крик, что мне срывать после себя эти. И это единственное такое. Мы уже как бы знали. Как бы знали, что за место какое там будет. Ну как бы вкратце какую-то делать. Но у нас как бы и дух им поднялся, когда сказать, что мы там особый батальон, специальный, гостей. То есть вы испытывали гордость? Да, конечно. А паники не было ни у кого? А какая паника? Если мы нас гоняли до этого, до отправки, до отправки по всем, и на машинах, и воображение, и со мной по-русски стреляли. Учились и работали. То есть вы уверенно себя чувствовали? Ну да. Это да. Наверное, проявлять панику было стыдно. Ну было, конечно, такое. Но все равно, первое время, конечно, у любого человека нет человека, кто бы не боялся. Нет человека. Нет человека. Вообще. Есть только такое. Если, когда ты увидишь вдруг, что твоего друга накрыло, убило, то там просто сюда клинит, и до тебя уже никакого страха, все отмечается. Злость? Злость? Злость, и просто отомстить за друг друга, все, тогда уже все отмечается. А когда в вашей истории перешла первая смерть? Потому что Эдуард говорит, что на второй день уже начался. Нет, у нас где-то буквально получилось, на самом деле, три дня мы шли, две ночи, на третий, и тогда уже первые упали на эти меры. Парни, всем командам, чтобы выскочить наружу, потому что если бы там где-то что-то такое попало, то там внутри было бы страшно. То есть мы только стали искать, то есть и куда-то что-то защёнкало то же самое. Мы не понимали вообще, что такое, откуда что такое, что такое, что такое, комбайнер, ложись всем, а какой, и да, парочку. А ночью тоже могли быть обстрелы? Конечно. Они в основном ночью и нападали, в основном. И вы вскакиваете, и начинаете в ответ стрелять? А там уже бывает какая-то, какая-то скапиваешь, когда просто махать на твою ручку, это у нас ещё союзи. Вот там ещё стоят секреты, прячут солдат специально, я бы два раза в секретах, что ложишься просто с автомата, ложишься и ждёшь, когда кто-то пойдёт. Ты должен обозначить его. Просто тебя кладут куда-нибудь. В сторону, бегай сюда, в сторону, раз, зашёл и ждёшь, пока тебя. Тебя не перебегут, ну да, вот своя техника идёт. Ну и охрана вокруг уже, конечно, всё идёт. Не знаю, насколько уместно спрашивать, первый раз стрелять в человека. Спрашивает? Ну, допустим, мне не привелось так, чтобы я вот здесь, вот видел, что я перед ним стрелял. Я ночью стрелял, оттуда огонёк, я в него огонёк. Просто так далее? Ну, вот близко, ну почему, метров, ну может 50-60 вот оттуда стреляли. Да, оттуда огонь, огонь, ты туда огонь. А вот у меня такое не страшно, чтобы я вот тут человека видел, ему стрелял. У меня не было такого. А то же самое почему-то так вот получалось, что когда видишь, что, главное, что кого-то не убивают. Вот кто-то из своих просто прилёг, уже как-то получается, ну, сразу за своих друзей, что это только получилось. И он даже не зная, что его убит, он его нет. Вот. И вот тогда уже после того же бьёшь и видишь, что где-то там... Со мной даже как бы так попасть именно в человека, это не очень-то хорошо. Ну, если как бы сказать, хоть дальше-то враг. Да всё, он по твоим стреляет, не то, что по тебе даже, по твоим друзьям. Ну, тогда начинали, как говоришь, когда видишь, что уже там... Вроде... отбегают. И панкнул сам. Не знаю, что он убил, не убил. Он упал. Где там, что просветел, в твоей очереди. Да. А раненых солдат отправляли домой? Скажи, а в госпитале? Ну, в госпитале были, и у нас в госпитале были. В хумри были, там операции делали, в палатках прямо. А потом уже отправляли в Ташкент, и в Кровогу. Куда там отправляли. У нас очень много болезней было же. Да. Желтуха в основном очень часто, дезитерия там вообще. Это постоянно. Желтуха. Потом у нас начался брюшной тих. И я помню, что там вертолеты, вертушки плетели, и нам уколы всем делали. Там прививки всякие. Вот у нас, что самое интересное, насчет этих желтухи всего этого. Желтухи много. Да, да, да. Очень много было всего. Что, когда мы были в нашем спецбатальоне, у нас спецсредства были, допустим. По-моему, что-то такое... Мечка у тебя такого же было. Нам добавили вот таблетки. Вот. И вот набираешь с воды обычной. Ну, воду, горлики, вода. Набираешь ее. Туда кидаешь. Как-то мы называли просто ее хлористой таблеткой. Ну, просто между собой. Она потом немножко хлор, чтобы отдает. Зато пить можно спокойно. А если кто-нибудь так наберет, не кипяченый и без таблетки. Потом уже... Да, у нас так было два... Стоять, парень проверяли. Ногти и глаза. Так, ты можешь пить с этой, если ты желтушный. Ты переживай. А ты здесь смотришь. Так, покажи. Ногти покажи. Если желтые, все. Значит, ты желтушный. Я был год. Но вы были в разные годы. Я был в 80-е, да. Мне в 80-е. Нам сказали, что в 80-й год была Олимпиада. И что когда Олимпиада пройдет, нас всех отпустят. То есть выведут из Афганистана. Даже перед Олимпиадой говорили, что выведут. Что вот специально такое дело. На данный момент эта тема вновь является актуальной. Потому что наши солдаты служат в рамках НАТО. Их посылают в различные горячие точки по сей день. Прокомментируйте этот момент. Вы считаете, как доводится? Я думаю, что это политика. И о доброводстве. Я думаю, что, конечно, доброводцы. Там же они, во-первых, и зарплату получают. И все. Как говорится. И если ты находишься в НАТО. Каждый должен что-то выполнять. В любом Содружестве. Что-то выполнять должен. Если я не откажешься, то зачем туда создавать это НАТО? Ну, это же не надо было. Каким образом государство поддерживает вас на данный момент? Остались ли какие-то социальные выплаты, награды, пособия? Существует ли вообще? Нет, ничего такого нету. Нас как бы забыли. В том смысле, когда советское время было. Тогда были пошивения. Были и суды можно было брать беспроцентные. Квартиры помогали. Ну, в то время советские. Тем, кто был в этих, да? Да, да, да. Тогда помогали. Хорошо. А сейчас все. То есть сейчас, как только перешло, правительство все. И нас как бы мы уже не те. Хотя нас призывали из Эстонии. Мы такие же, есть и эстонцы национальные, все парни. И они так же призывали и так же погибали. Вот я сейчас хотел еще сказать, извиняюсь. Ну, мы хотели сейчас памятник у нас у них поставить. Хотя бы памятник. Много же ребят погибло. Ставят памятник, кому не бог будет. А почему нельзя поставить ребят, которые погибли в Афганистане? И мы хотели не просто объединиться, как бы мы советские, которые были там. И сейчас, которые погибли, те же люди. Мы же люди, правильно? Мы же, как говорится, дети Эстонии с одной стороны. И почему бы не поставить, мы хотим поставить свой памятник, чтобы мы приходили к нему. И дети наши будут приходить, и внуки будут приходить. Помнили эту войну, она была. И сейчас она идет. Ну, вот сейчас вы увидели, а потом что-то еще будет, в конце концов. Но люди, которые погибали за это, это же посыланное источное правительство. Безусловно. А чем мы виноваты? Очень важная информация. А через что, говорят те же военкоматы, когда приходили, говорят, мы вас на них посылали. Серьезно? Да, серьезно. Там другие дяденьки сидели и другие тетеньки сидели. А чем занимается сейчас клуб ветеранов Афгана? У вас, насколько я знаю, существует такой блок? Да, у нас есть клуб ветеранов. Мы помогаем ветеранам отечественной войны. У нас председатель Тулко Валерий. И нас собирает тоже он. Мы помогаем. Ну, допустим, там, у кого-то там, что случилось. На могилу мы ездим у погибших наших ребят. Ну, и у нас тоже люди начинают стареть потихонечку, болеть начинают. Наши ветераны там, ребята. Одно время было вот в Москву, там, бессонали ребят. В Россию посылают лечиться. Но как часто вы собираетесь? Ну, у нас праздник 15 февраля. И, да, и 9 мая мы собираемся. Как бы сейчас уже ветераны отечественной войны. Как бы себя тяжело учить. Им вообще уже мало чего осталось там. Ну, и если кто-то еще и есть, то приезжают 9 мая на Кохлоярске в памятнику. И там они... Мы должны проследить за ними. Как бы поухаживать за ними тоже. Мы-то уже люди уже застыли уже. Скоро и мы будем такими уже. Да. А как город Кохлоярск поддерживает вас? Я не могу об этом ничего сказать. Потому что... Это нужно обращаться в Тулько. К Валерию узнать. Что там поддерживать. Ну, по моему взгляд, помещения, где вы встречаетесь. Ну, да-да-да, помещения есть. Если вот такие вещи, то есть, да. Помещения. Наверняка, ну, да. Как бы от города. Нет, ветеранам отечественной. У меня, допустим, мама моя, она была в концлагере много ранг. Она вот и туда тоже приходит. Там и с Россией посылает письма все. Бабушка, бабушка умерла. Они в Клугаранке были. Вот, в концлагере. Дедушка, со временем, погибла. Под Ленинград. Они там устраивают какие-то подарки им. Конечно, они много не могут сделать, допустим, как в России. А вот хоть что-то. Главное же внимание для человека пожилого. Это очень важное внимание. Чтобы не забыто было человеком. Хотел бы одновременно сказать. У нас, допустим, в нашем доме, где я живу, живут два блокадника. Две блокадицы. И, как минимум, с одной, как будто я с Валерией разговаривал, что, как-то, по-моему, что там, наверное, и лент заряжался в свое время в блокаду. Говорит, пусть переезжает. Я туда к ней пришел. Говорит, я вот такое сделал, что давайте, там, у вас машина есть. Ну, там ее, конечно, сын устал. Говорит, мы сами отправимся. Говорит, ну, а если подъехать, тогда к ней. Я с Валерией разговаривал. Говорит, если к ней подъехать, где-то не кто-то, а блокадники, которые ночами там, они и днями, и ночами делали. Помогали блокадному. И фрифром помогали. И нам это все дотихло. Но думаете ли вы справедливым, чтобы людям, как вы, которые такой вклад внесли в поддержку государства в свое время, чтобы вам выделили какие-то денежные компенсации, хоть пусть и небольшие, но добавку? Ну, во-первых, много инвалидов, ребят. И им помочь, конечно. Ну, я не знаю, как. Я думаю, что в некоторых республиках, в Литве, я знаю, там какие-то там компенсации. Да, компенсации какие-то идут. Эдуард, вопрос к вам. Как вы решили стать детским писателем? Были ли у вас уже в тот период жизни такие, как бы, мысли и фантазии? Это же надо сочинить сказку, придумать. Как вам это вообще? Ну, я вам расскажу, как в пионерском лагере, многие были в пионерских лагерях раньше. И я читал Шалахонса очень. И когда ночью все дети ложились спать, и кого-то просили, и всегда меня просили, расскажи какую-то страшную историю. И я вот начинал рассказывать историю. Ну, ты знаешь два-три рассказа, допустим. Но не можешь ты уже одну и ту же историю рассказывать, и вот тогда начинаешь фантазировать, придумывать. Давайте покажем вашим зрителям ваши книги. Да, это легенды Ида Вирума. Сейчас я продолжаю. Сейчас есть еще семь легенд, это пять легенд Ида Вирума. И сейчас будет еще десять легенд про Силамяя. Две легенды про Силамяя, потом про Мустрик, как появился Мустрик. Про их у нас есть, у меня есть легенда, почему появился герб Золотой Олег и три голубые елки. Про Раквери, про быка есть легенда. Сейчас и озеро Порхуньи, почему озеро Порхуньи вдруг исчезает. Оно бах и исчезает вдруг. Вместе с рыбой уходит озеро. А потом бах появляется, все вместе с рыбой. Вот интересная история. Но я легенды уже придумал. И вот сейчас будет еще третий легенд. Три надо про Мамы написать. И тогда я хочу сделать уже новую книгу. Вот эту вот легенды про продолжение. А где можно купить ваши книги? Ну, в магазине было раньше. Потому что Рахва Рамок я заключал договор. Но они сначала мне отказали за того, что там печати СЕ нет. Но я буду потом ее делать СЕ. Но постараюсь к Новому году. Дело в том, что я писал книги всегда на Новый год. И когда все фильмы и что-то такое. Хотелось бы сказку какую-то на Новый год. И всегда была одна морозка. Вот сказка морозка. Идет Новый год и идет морозка. Все. Новый год идет морозка. Новый год идет морозка. И я тогда пишу, ну надо попробовать какие-то еще сказки придумывать. Вот здесь Снежинка желаний. Очень интересная сказка. Снежинка желаний. Это про мальчика и девочку. Девочка была слепая. Это брат с сестрой. Они приходят в Таллинг. И там в Таллине их выгоняет тетка. Но тетка хорошая. А муж у нее очень злой такой был. Она стирала белье. И она их выгнала. И вот они вдвоем решили по зимнему Таллину. Ходили, искали где заработать. И их приметило, что в Таллине есть фея. Снежная фея. Которая ходит от Рождества до Нового года. И ищет детей. Ищет какого-нибудь хорошего ребенка. Если он воспитан и хороший добрый ребенок. Она исполняет его желания. Обязательно. И вот этого мальчика. Это Снежная. Они попадают к бандитам. Там такая история. Ну что. И вот эта Снежная фея. Она исполняет его желания. И когда он думает. Там один. Там кстати есть и трубочист. И трубочист спрашивает. Ну что бы ты. Вот что бы ты заказал. Ну там. Мешок золота. Ну. Допустим. Скакунов. Раных. Карету. Или еще что-то. Хочешь царем. То есть царем можешь стать. Или еще что-то. И вот он. Когда этот мальчик. Думает. И он встречается с этой феей. Фея говорит. Вот видишь Снежинка. И эта Снежинка. Она падает миленно. Такая вот. Яркая. Пестрица. Вот. Она когда ляжет тебе на ладонь. Она растает. Но ты должен за это время. Успеть загадать желание. Какой же. Да. И вот он. Она ляжется на ладонь. И начинает моментально таять. И он думает. Принцев будет. Золото. Или еще что-то. И вдруг видит в окошко. Свою сестру. А она слепая была. Ослепла из-за того. Что там родители погибли. Ну там такая история. И он видит свою сестру. Он говорит. О господи. Я хочу чтобы моя сестра видела. И вот этот момент. И этот момент. Раз. Снежинка растаяла. И он смотрит на сестру. Она в окошке сидела. И он смотрит на сестру. Он на ней реагирует. Он подходит. Ты что. Ты это самое. Ты что-нибудь видишь или что-нибудь. Она говорит. Нет. Не вижу ничего. А потом говорит. А почему ты без шапки на улицу выходишь. Она тоже. Ну как бы заботится сестра. Ты почему без шапки на улицу выходишь. И он тогда понял. Что она видит. И они там крик такой радостный. Что сестра видит. Ну вот такая сказка. Хорошая. А это про мышонка. Две сказки про мышонка. Здесь очень интересная. Как вот эта вот вторая часть. Как мышонок на сыре летал. По Таллину. Здесь Таллин. Вот видите. Площадь там такая. Таллинская площадь. Все. И вот он летает на сыре. Еще и разукрасить можно, да? Да. И здесь можно разукрашивать. Все здесь. У меня с разукрашками все есть. И здесь вот интересно. Катя. Эдуард, а у вас есть любимый автор? Отечественный или зарубежный? Вот. Детких сказок. Ну, Андерсон, естественно. Я его перечитал. От кого вы можете черпать вдохновение? У меня в голове столько вдохновения. Но это вы знаете, я вам скажу. Это все от Господа. Это все оттуда. Это не я так придумываю. Это вот там мне сказали. Ага. Да. Вот. Бывает сказка. Год я думал как бы придумать вот про этот золотой олень и три елки. Почему три елки? Почему три серебряные елки? Почему золотой олень? Я все переискал. Все. Я год-два почти бегал и думал. Как придумать? Что там? И вдруг пришла, прямо вот, пришла сказка, легенда. Сергей, ну а вы чем занимаетесь? Тренировки немножко. Спортивные? Да, спортивные. В основном восточные единоборства идут. Как бы где-то карате, айкидо, таким образом. Немного так же. Опять же сейчас на плане, я как кино сам. Спортивного. Собаками занимались. На кино? Собаками занимались. Я сам пришел в учебку. Не только там, а еще дополнительное повторение. Кеологическое. Так что это все к обувку взяли. А вот только больших собак или маленьких тоже? Какая разница? Здесь вроде не играет. Здесь идет система такая, что одни собачки до них дольше доходят. Ну бывает дольше доходят, то есть это что-то уже конкретно. Другие быстро схватывают, но нужно постоянно, постоянно, постоянно повторять. А есть такие, которые вообще бесполезны? Нет. Нет? Я как раз, было такое, что мы были на выставке собак. И видел, считается, самая такая, ну не знаю, туповатая, нельзя назвать. Нет тупых собак. Капказец. Вот как ковчатка. И посмотрел, что женщина подошла, и она спокойно. Без слов. Есть какого-то голоса, есть все жесты. Наверное, тут оп. Глок. 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 Сила. То есть они уже чувствуют тех, кто... И еще самое интересное, это... И еще самое интересное, это... Это, да. И что самое интересное, получило такое, что это было все на выставке. А выставка к чему это? Почему он так концентировал, что там многие собаки должны быть призваны. Ничего не разложительного. А тут настолько я был просто поражен, просто поражен, что я понимал, когда там огурча стабильная, там, овчанка немецкая, европейская, там тоже спальмель, когда есть. Любая тренировка, она все равно происходит с животными в виде поощрения определенного корма, да? Да. А если собака вот настолько сытая, лягко говоря, что не приедает неделю... Кормить ее неделю. Неделю-то нет. А вот факт, что я всегда своим ученикам говорю, что перед Веселовкой, перед Веселовкой, вчера мы поспоколили, сегодня такое-то время, где-то там, вот, на завтра просто не дать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чтобы она была готова. Чтобы она таким годом не справилась. И тогда, конечно, уже начинаем работать. И само собой там и поощрения там разные, как и с ладонью корма, даже и физическое поощрение, так и мотарам. Потому что... А Коша там пропали и перестали? Это раз. Было такое. Если я знал такую вещь, что тоже, допустим, ну, взять это из 7 детства Корчёва, допустим, да? Соответственно, если он занимался с Кошкиной авантажем, то другие худеют то же самое. Вот. И вот так немножко, да, они все, любое животное, может к лакомству, если особенно немножко ломят, то где-то правильно, при правильном подходе, быстро это работает. Ну, хотелось бы выразить вам еще раз свою благодарность, что вы пришли и рассказали свои воспоминания из вашей юности и более позднего времени жизни. Большое спасибо! Приятно было пообщаться. И с нами был Сергей Карл и Эдуард Конт.